Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Группа экспертов, в которой вы являетесь одним из председателей, сейчас приступает к этапу конкурсного отбора концепции проекта «Большая Москва». Как все это будет выглядеть? Что нас ожидает? Вы знаете, мы очень волновались, потому что 13 января мы объявили, есть ли желающие в мире поработать и сказать нам, что такое московская агломерация. И вот в течение месяца мы волновались, найдутся желающие. Интересно ли мы миру, как крупный мегаполис? Оказались очень интересны. На сегодняшний день представлено 67 заявок. Началась очень тяжелая работа, потому что представьте себе, если взять географию мира, если посмотреть на восток, то это от Японии и на запад до Канады, и это от Швеции на севере и до Австралии на юге. Наравне с представителями российских организаций, начиная от Минрегиона, также Союз архитекторов России, Академия архитектуры, представители Москвы, Московской области, будет присутствовать два специалиста. Это специалисты из Франции и специалисты из Испании. Те люди, которые в свое время занимались агломерациями своих городов. В столице получится 148 тысяч гектаров новых территорий. Раньше это было под Москвой, сейчас все это будет Москва. Какие изменения ждут эти территории? Что мы увидим уже после 1 июля? Какой будет Москва? Мне кажется, главная задача, чтобы люди не почувствовали, чтобы им не стало сложнее административно жить на этой территории. И сейчас большая группа специалистов, которые занимаются непосредственно территориями по всем отраслям, изучается, какая ситуация с детскими садами, какая ситуация со школами, как удобно и неудобно расположены ГУВД и другие-другие объекты. Вот это сейчас самое кропотливое, она невидимая работа, но она очень важна. Потому что первое, люди должны почувствовать, что им стало лучше или в худшем случае не хуже, чем им сейчас на сегодняшний день. Потому что вы знаете, не дай бог вам жить во время перемен. Поэтому я считаю, что это самая главная задача, которая есть. А параллельно, пока идет данная работа, сейчас уже мои коллеги из нашего строительного комплекса начинают корректировать планы строительства на этот год и планы проектирования, потому что будут уже некоторые объекты, в первую очередь социальные, такие, как выявлены слабые места на территории, и будут постепенно начинать строительство таких объектов, которые я говорил, поликлиники, новые больничные корпуса, если нужно, какие-то первоочередные дороги. Тут, знаете, что я не надо понять, интересно следующее. Ведь к нам пришел не какой-то район, как в свое время был Солнцевский район, пришел в Москву в 1983 году. К нам пришла периферия Подольского района, периферия Нарфаминского района, город Троицк и треть или половина Ленинского района. То есть все трудовые миграции, вернее, даже административные миграции, мне нужно что-то поставить, там, штамп в паспорте, мне нужно получить какую-то справку, все люди ехали в сторону Подольска. Сейчас нам надо сделать так, чтобы им было удобно и чтобы они себя чувствовали на территории Москвы. Вот эта задача, она очень тонкая. И я надеюсь, что наша молодая команда, которая занимается этими вопросами, в правительстве Москвы, она справится. Планируется ли в ближайшее время создание некого 3D-макета «Большой Москвы», чтобы можно было визуально посмотреть, вот что, как будет вывести это? Ну, во-первых, он есть, если честно. Единственная его беда, он очень медленно загружается. Вот, к сожалению, Сергей Семенович нам такой втык дал, извините за нехорошее слово, потому что, с точки зрения, понимаете, просто как бы пролететь над Москвой, это очень тяжело. Это, ну, знаете, это пешком мы идем, понимаете, пешком мы идем. Летим, но очень медленно порхаем. Не самолет это. Вот. А с точки зрения вывести какой-то фрагмент, вывести фрагмент, мы можем в любой момент. Другое дело, пока еще одежда не одета на архитектуру. То есть на некоторые здания мы уже одели, такие, как Сталинские высотки, там, Сталинские телебашни, на знаковые объекты. А вот на фасады рядовой застройки еще одежда не одета. Поэтому профессионально мы можем пользоваться этой моделью для представления материалов того или иного участка города. Это первое. Второе, это очень удобно для различных служб, ну, например, для того же ГУВД. Потому что ты чувствуешь сразу, ну, ты чувствуешь, где ты находишься. Связь, да? Связь, да. А вот одна из поставленных вами задач это то, чтобы движение по Большой Москве было удобным и комфортным для гостей города, для жителей Москвы. А в связи с этим, сколько планируется транспортно-пересадочных узлов? Ведь вы сами сказали, что это огромная территория, и вот не секрет, что в Москве пробки есть. А как там будет? Вы знаете, ну, там-то как раз с точки зрения пешехода все в порядке. Как говоря, я не хочу. Я хотел другое сказать. Опять же, правительство Москвы, мэр поставили четкую задачу. Приоритет поставлен общественному транспорту. А это значит и метро, это железная дорога, которая должна для нас стать не внешним транспортом, как она называется официально, она должна приблизиться по комфорту к метрополитену. Как на территории традиционной Москвы, так и на хвосте кометы, которую мы приобрели. И точно так же, соответственно, это наземный уличный транспорт. Мы сейчас работаем над общей моделью и там есть транспортно-пересадочные узлы, которые мы включили. То есть у нас есть схема внеуличный транспорт, это схема метро и железные дороги, они должны работать как единая система. Мы включили дорожное строительство, да, с выделенными полосами, там, как полагается все, и пешеходов. Пешеход. И вот как раз пешеход, он и есть главный на пересадочном узле. Транспортно-пересадочный узел. Здесь надо понимать одну вещь. Что такое транспортно-пересадочный узел? Это не гараж, это никакое здание, это территория, где человек должен удобно пересечь с одного вида транспорта на другой. В некоторых случаях достаточно убрать какие-нибудь ларьки и хорошо заасфальтировать дорогу, и уже транспортно-пересадочный узел готов. Дальше идет усложнение транспортного пересадочного узла. В том случае, например, когда мы пересаживаемся не просто с автобуса на электричку, а когда мы пересаживаемся, где есть и метро, где есть железная дорога, где приходят внешние автобусы, междугородние, и где есть внутренний наземный городской транспорт, уже узел другой. Там могут появиться, появится уже в транспортно-пересадочном узле, как необязательно, но в данной ситуации они хороши. Это гаражи, перехватывающие. Там может появиться какая-то торговля, не дай бог, чтобы не получилось, как на речном вокзале, когда торговля убила транспортно-пересадочный узел. То есть здесь очень важно соблюсти грань, удобство пассажира, не забывать, что здесь не выгода, главное дело для кого-то, даже пускай, если это будет собственность города, а это главное, чтобы себя комфортно чувствовал пешеход. Вот эта задача очень сложная, но мы сейчас взяли в проработку, у нас сейчас общая программа, она большая, сейчас я не буду говорить общее количество транспортно-пересадочных узлов, могу сказать, что, как первоочередных, взято 27. До мая месяца Москва Маркетура должна отработать все проекты и планировки, а реализация будет совместная. Департамент транспорта, Департамент градостроительной политики и строительства, и РАУЖД, и Метрополитен. Это совместная работа, я хочу сказать, мы уже неплохо поработали вместе с РАУЖД на вокзалах, наверное, москвичи уже заметили, что убранный, не знаю, Великий Хрест убран, который стоял за метро Комсомольское между Ярославским и Ленинградским вокзалом, который 10 лет не могли снести. Да мы в новостях регулярно освещаем все эти события. Вы заметили, ушло очень много ларьков. Сейчас мы эту зону хотим расширить еще больше, вокруг вокзалов еще привести больше в порядок. Сейчас нами проработаны все проекты планировки, вернее, благоустройства, типа мощения, малые формы, которые, ну, вы видели, да, там в одном месте у нас появился памятник, ну, не памятник, скульптурная группа, да, Георгий Победоносец и в другом месте сейчас у нас появится и скульптур Щербаков делает эскизы основателя российских железных дорог. Я очень хочу, ведь, знаете, что интересно, что ведь архитекторам очень редко ставят памятники. У нас в Москве есть памятник Казакову и Баженову в Царицыно, у нас есть бюст Щусеву и, пожалуй, все. Кто-то еще есть, я сейчас забыл. А почему не поставить, например, бюсты Рейербергу, Шехтелю, Тону, Щусеву? Места, главное, есть для этого. Есть места, и главное событие, понимаете, для архитектора в то время особенно. Что такое в то время был вокзал? Я не знаю, если вы были в провинции российской, вы всегда знаете, в то время, лучший ресторан на вокзале. Ну, можно вспомнить некоторый фильм Казакова там на эту тему и так далее. Это вокзал, это центр. И поэтому эта, конечно, программа мне очень нравится. Мы с радостью в ней участвуем. Я думаю, что москвичи увидят совершенно другие вокзалы. Это совместная работа РАУ, ЖД и правительство Москвы. Я подозреваю, что это огромная работа с участием того, что в этом году принято решение правительства Москвы. Огромное количество автомагистралей реконструирует. То есть на фоне происходящих событий это один такой большой проект ремонта Москвы, так скажем, да? Ну, не только ремонт, а в том-то и дело, вы понимаете, здесь, это, понимаете, это приблизительно заниматься Москвой, ну, как любым сложившимся городом. Это как заниматься ремонтом и при этом люди должны жить в квартире. Люди должны... Это не тот случай, когда мы отселили, да, сделали и ребята, приезжайте. А мы все проходили это, да? Мы живем в квартире, одновременно идет ремонт. Ну, что делать? Да, приходится так работать, но я надеюсь, что мы сделаем все, чтобы москвичам было как можно комфортно. И второе. Нет панацея от всех бед в транспорте. Это система, которая связывает всю систему, всю систему. Всех видов транспорта. Что будет на площади Киевского вокзала? Знаю, что тоже один из ведущих, так скажем, транспорт-пересадочных узлов. Как она поменяется, эта площадь? Что там будет? Нет, практически она меняться не будет. Практически что поменяется? Во-первых, посмотрите, нужно ли там нам привлекать туда транспорт? Я думаю, что нет. Мы должны его перехватывать ближе к периферии. Мы сейчас работаем с одним собственником в районе метро Славянский бульвар, чтобы там сделать перехватывающий паркинг. Там есть смысл. Я поставил машину, сел в метро, приехал на Киевский вокзал. Если я на своей машине добрался до Киевского вокзала, вы знаете, мне хватит усердия перебраться через Бородинский мост. Но это не трудно. Это уже, понимаете, это уже нет. Поэтому в данной ситуации основное, что будет сделано на Киевском вокзале, это организация движения общественного транспорта, это благоустройство, это мощение, хорошее, это четкая разметка, расстановка машин, которые приходят на этот вокзал. Это благоустроительная работа. И мы считаем так, что мы спрашивали про транспортно-пересадочные узлы. Вот в центре транспортно-пересадочные узлы, особенно там, где по 50 тысяч пассажиров совершают пересадку в течение часа, в часы пик, там ничего дополнительного уже нельзя добавлять с точки зрения финансовой выгоды, какой-нибудь окупаемости. Там главный вопрос, чтобы было удобно пешеходу. На сайте у вас висит объявление, ну, так скажем, информация, что началось открытое информирование о самых интересных концепциях развития территории создания парка уже на месте бывшей гостиницы России. Вот о каких-то самых интересных или вот уже отобранных каких-то решений? Ну, пока еще не отобрано, потому что мы сегодня как раз вечером или завтра с утра будем публиковать экспертную группу. Мы хотим тоже бы висеть на сайте, чтобы увидели, кто это будет завтра. Значит, что происходит на сегодняшний день? Мы объявили конкурс. Мы разместили в интернете, на своем сайте исходные данные. Те, которые должны быть для творческого конкурса на идею. Вот четко многие архитекторы не понимают, что это не архитектурный профессиональный конкурс. Нам не только интересно, как архитекторы отработают, но нам важны идеи. И сейчас, к сожалению, не очень много. Где-то около 30 есть предложений различных. Они очень разные. Есть очень серьезные, которые, мне кажется, надо осмыслить. Ну, вот, например, исторический музей. Вы знаете, что по Варварке много стоит памятников архитектуры. Да, английская подворья и так далее, и так далее. И вдруг пришло предложение от исторического музея. А может быть, в подземной части этого парка, тот, который примыкает к памятникам архитектуры, развить исторический музей, причем развить те составляющие, которые сейчас не имеют экспозиционных площадей. Другое предложение, которое пришло от артистического мира, они говорят, если, потому что там написано, как в условиях конкурса, парк и с возможным воссозданием концертного зала России. Ведь концертный зал России для целого поколения артистов это от молодости и до конца. Вся жизнь. Это Утесов, это Шульженко, это Бернесс, одновременно, дай бог здоровья, ее всегда вытащили, Кобзон, это молодежь, это аллея звезд, которая начала формироваться и которой, к сожалению, сейчас нет. Есть предложение посмотреть, воссоздать именно Китай-городскую стену. Есть предложение просмотреть в планировках парка, чтобы мы чувствовали, что здесь когда-то была улица под названием Великая. Улица Великая. Использовать подземное пространство. Есть предложения такие, более фантастические. Говорит один человек, и даже не один, там несколько человек написали на эту тему, ведь мы холодная страна, ведь у нас в хороших дней это бывает мало, а почему не сделать закрытый парк? Парк стеклянный, где мы могли бы гулять без пальто. Я вышел из метро, и я бы гулял, понимаете, да? И мне было комфортно. Всесезонный парк. Такие есть предложения. Конечно, очень много предложений по фонтанам. Дается предложение сделать мини-россию парк, сделать русскую усадьбу, классический парк на времена наших великих, ну не столько московских, сколько санкт-петербургских творений, подсанкт-петербургских творений и так далее. Так что мы сейчас это тоже все вывесим, мы сейчас систематизируем и хотим тоже это все вывесить. Есть и отрицательное, кстати, что мы очень спешим, зачем нам это быстро, почему такой маленький материал представляется. Еще раз говорю, мы за идею, нам нужна идея, нам надо услышать москвичей. Интересная тоже вещь, знаете, я очень люблю, есть люди, которые делают и потом за это получают, а если люди, которые ничего не делают, они как раз и бьют те, которые делают. Поэтому, да. А вот я знаю, что есть идея, исторический центр Москвы окутать пешеходными системой пешеходных улиц, да, вот расскажешь, что это за проект, Ну, вы знаете, эта идея очень старая. Мы еще мечтаем о том, чтобы была зона Москвы, где, может быть, каждый день, а может быть, в субботу, в воскресенье, люди себя чувствовали, что машин в городе нет. И такая система, она появляется в тех проектах, которые мы делали. Ну, тогда мы с вами только что говорили про Россию. Ведь что это такое? Это пешеходную зону, которая у нас с вами есть, Александровский сад, Манежная площадь, площадь революции, вывести на пешеходную Красную площадь и выйти на Москварику. Не через Васильевский спуск под колеса машинам, в конечном счете, а выйти, а может быть, там есть предложение у москвичей сделать с этого парка выход или под набережной, или над набережной, чтобы выйти сразу на причал. Готовый эксклюзионный маршрут уже. Это не только для удобства пешеходов и для приучения туристов. Опять же, считаете, да, вы на пароходике проехали, не знаю, на Воробьевы, горы и так далее. То есть, прекрасно. Или Красный Октябрь, где сейчас довольно сложная ситуация. Это тоже практически то, что мы сейчас делаем, это кусок пешеходной зоны будет. А что, кстати, уже ясно будет вот с Красным Октября? Ну, вы знаете, я, честно говоря, когда шум начался вокруг Красного Октября, мне было совершенно непонятно, почему. Вы знаете, любую идею можно всегда, ну, как вам сказать, вот вульгаризировать. Не хочу, не люблю я слово вульгаризировать. Вульгаризировать. Это будет жилой микроэнт. Да никакого там жалоба. Там всегда предполагалось многофункциональные темы, в том числе и с жильем. И появилось другое. Появилось в Москве интересное сообщество, да, на этой территории. Причем оно возникло не по приказу кого-то, оно самоорганизованное. Да, это и радиостанция какая-то там, и ребята, которые стрелкой себя называют. Очень симпатичные, милые ребята, кстати. И все это вместе дало другую атмосферу. Появилась зона творчества. Зона творчества. Биджитал актовер тот же самый. Да, это не надо говорить. Зона творчества появилась. Ее надо сохранить, ее надо развить. Но невозможность 200 тысяч квадратных метров площадей с существующими, я имею в виду, там же у нас еще есть жилой комплекс, дом на набережной, да, чтобы все превратилось, условно говоря, в такую молодежную какую-то тусовку. Но там не так уж и много молодежных мест, там несколько клубов, которые по выходным только работают. Вы знаете, глобализация, опять же, она портит всегда. Я могу, не буду называть, но я знаю прекрасный. Есть прекрасный режиссер, мы устроим хороший театр, и он перестает ставить хороший спектакль. Не от этого зависит. Не от этого. Поэтому работаем сейчас. Мы не спешим с утверждением проекта, планировки. Мы сейчас общаемся, провели встречу на стрелке. И будем постепенно, потом выйдем на публичное слушание к москвичам, когда внесемся изменения, которые появляются на сегодняшний день. И еще, наверное, заключительный вопрос. Недавно вот в одном из интервью тоже моим коллегам из средств массовой информации рассказали о том, что подписано соглашение о сотрудничестве между фондом Сколокова и Российской академией архитектуры и строительных наук. Что за соглашение? Это вы как-то будете обмениваться опытом или учить? Да нет. Вы знаете, можно я от себя скажу? Не от академии, хотя я это говорил там тоже. Написали немножко другое, чем я говорил потом. Вы знаете, вот у меня перед глазами стоит один из районов под Парижи. Город Орли. И там получилось так, что через дорогу с одной стороны стоят пятиэтажки, наши советские, потому что не мы придумали пятиэтажки, французы придумали их первыми. Мы их взяли, потом они перестали их быстро строить, а мы еще... А мы их сделали семнадцатиэтажными. Понимаете, в чем дело? Мы прошли через девятьэтажки, двенадцатиэтажки, то есть застой есть застой. И вот с одной стороны стоят пятиэтажки, в которых живут в основном афроевропейцы, так скажем, тактично, афроевропейцы. В основном безработные и так далее, и так далее. А с другой стороны стоит элитный, такой буржуазный коттедж, как коттеджный поселок. Вот вы знаете, мне сразу было понятно, чьим детям морды бьют. Однозначно. Я видел этих крепких ребят, которые там бегают, и видел ребят, которые боятся выходить за границу своего участка. Вот самое страшное, если у нас получится так, это будет та же ситуация в Сколково. Вот есть заповедная зона, которая под крылом первого лица государства, а рядом остаются те деревья, поэтому мне кажется, что самая главная задача, а теперь наша территория будет, сделать так, чтобы он не выглядел как барин, который в смокинге вошел в цех, да, там, где-нибудь, представьте, там Роман Золя, да, друг, владелец, не сняв смокинг, с ним дама в кружевах входит, а там полуголые рабочие, все в саже и в грязи. Вот этого нельзя допустить. Поэтому, ясно, надо решать вопросы транспорта, инженерии. Главное не допустить социальной неравности. Вот я считаю, это самая главная задача, которая стоит для этого участка Москвы. Спасибо огромное за этот интервью. Спасибо за то, что пришли к нам. Пожалуйста. Спасибо.